Здравствуйте! В эфире программа «Пределы возможного». Говорят, для того, чтобы верно оценить человека, достаточно первых 10 секунд общения, во время которых мы как будто сканируем собеседника. Мы считываем информацию о нем с его жестов, мимики, цветовой гаммы его одежды, буквально со всего. И все же иногда мы можем ошибиться в восприятии. Почему? Узнаем дальше. Язык жестов – самый древний способ достижения взаимопонимания. Однако один и тот же выразительный жест у разных народов может иметь совершенно различные толкования. Одна из целей считывания информации с другого человека – наша безопасность. Если вы встречаетесь с человеком на улице, особенно если вокруг достаточно пустынно, то тогда, скорее всего, вы будете заинтересованы в этой проверке. И здесь есть, во-первых, такие общие культурные показатели. А вот в нашей культуре больше принято показывать свою безопасность другому, незнакомому человеку, демонстрируя свое нежелание с ним вступать в контакт и свою силу. Поэтому мы хмуримся и отводим в глаз. В европейской и американской культурах больше принято демонстрировать свою безопасность, показывая всем своим видом, что я тебя вижу, я тебе улыбаюсь. Одни и те же знаки могут сыграть с вами шутку, потому что если у нас все-таки вы встретите незнакомого человека, который вдруг вам улыбнется и кивнет головой, скорее всего, у вас будут какие-то не очень приятные ощущения, вам будет казаться, что он для меня небезопасен. Ровно то же самое испытывает иностранец, приехав в Россию. Ему кажется, что очень опасно, какие недружелюбные люди. Дело не в дружелюбии, дело в принятой в этой системе культуры вербалики. То же самое происходит с жестикуляцией. В Японии, например, в Китае, во многих европейских странах, включая Америку, есть некий стандарт, который показывает, что человек не должен демонстрировать негативное настроение в отношении других людей. И он должен всегда улыбаться. И улыбка японца, и китайца, и часто улыбка американца, это не то, что они вам радуются, и ваше присутствие вселяет в них уверенность и оптимизм. Это просто элемент, связанный непосредственно с культурным требованием, с той нормой, которая существует. Исследуя лица людей, специалисты отмечают, что часто наше восприятие строится, исходя из социальных стереотипов. Например, около 70% людей считают, что полные люди добрые. Дело в том, что полные люди, у них такие толстенькие щечки, маленькие глазки бывают. И они очень часто напоминают ассоциативного младенца. И вот опыт нашей отношения к младенцам, к маленьким детям, вот это ощущение их беззащитности, заботы, вот иногда переносится неосознаваемо на другие объекты. Специалисты отмечают, что очень важно при наблюдениях учитывать культурный барьер. Вот мы знаем Египет, Ливия, невозможность договориться в свое время была у Соединенных Штатов с государствами, которые находятся в зоне их влияния. Иногда бывает то, что существует некий культурный барьер. Люди в одних культурах, скажем, американская культура – это культура открытого стиля общения, где принято всю основную информацию передавать с помощью языка. То есть важно, что говорит человек. В то же самое время в многих арабских странах содержание информации зависит от того, не что говорит человек, а как он это говорит. Если человек, скажем, угроза, то необходимо обязательно кричать, на повышенных тонах разговаривать. Только тогда представители другой культуры начинают понимать, что это действительно сериальная угроза. Всякий язык у каждого народа свой. Есть культуры, где для установления контакта обильно и диапазонно жестикулируют. А бывает и наоборот. Есть культура, например, финская культура, где самый маленький жест будет прочитываться окружающими как угроза и как какое-то нарушение. Соответственно, финну никогда в голову не придет вот так вот помахать своему приятелю через дорогу. В лучшем случае он сделает вот так. Потому что это уже просто абсолютнейший перебор. А у нас это абсолютно нормально. Цвета, так же как и жесты, могут по-разному восприниматься представителями различных культур. Например, цвет смерти в западной культуре – черный, а в китайской – белый. Но в то же время одни цвета в совершенно разных странах могут обозначать одинаковые понятия. Например, холод – синий, добро – белый, зло – черный, страсть – красный, а перемирие – белый. Есть культуры, где предписано очень яркие и сильные и контрастные соединения цветов. И, между прочим, считается, что русская народная культура до недавнего времени была именно такой. Если вы посмотрите на народные костюмы, которые, например, рязанские народные костюмы, это безумство цвета. Совершенно, да, это ярко-красный, это с ярко-желтым, с зеленым, с синим, все это раскрашено, да, то есть, и это очень свойственно женской, например, одежде русской народной, да, и, ну, есть предположения, всякие интересные исследования про то, что таким образом русская женщина получала больше энергии. Сегодня общение между различными народами стало довольно тесным, поэтому как за рубежом, так и у нас все больше появляется литературы о международном этикете, жестах и цветовом восприятии людей разных национальностей. А в некоторых школах и вузах водятся специальные занятия на эту тему. Эффективное взаимодействие между людьми сегодня актуально как никогда. От коммуникабельности и общительности современного человека нередко зависит его будущее. Как же научиться понимать собеседника без слов? Жесты являются самыми яркими, доступными для понимания и наиболее изученными сигналами тела. Они сообщают нам о плохом настроении собеседника, о растерянности или о симпатии. Принято считать, что, например, демонстрируют готовность к контакту и открытости жесты, направленные к человеку, не сильные и симметричные. Если вы хотите расположить к себе человека, посмотрите за тем, чтобы вы не пересекали конечности. Потому что, если вы пересекаете конечности, то, возможно, контакт будет затруднить вам. Но дело в том, что, понимаете, здесь ведь можно нарваться. Потому что, если перед вами сидит человек напряженный и закрытый, а вы откроетесь и начнете махать руками, вы его напугаете гораздо больше, чем если бы вы сделали то же самое, что человек. И поэтому самым способствующим коммуникации является так называемое отзеркаливание. Повторение жестов собеседника означает своего рода согласие с его мнением и взглядами. С помощью отзеркаливания один невербально говорит другому. Как видите, я думаю так же, как вы, поэтому я копирую вашу позу и ваши жесты. Причем отзеркаливание должно быть, мы все про него знаем, но просто если мы долго разговариваем с человеком, через некоторое время, посмотрите, вы будете сидеть в одной и той же позе, если у вас хороший контакт. Но это же можно сделать через позу, через движение. И поэтому здесь скорее больше не то, что делаете вы, а отзеркаливание того, что делает человек. А отзеркаливание должно быть в меньшей степени, чем у человека, и ни в коем случае не такое же, не преувеличенное. То есть если человек сидит вот так перед вами, вот еще вот так вот, то вам в принципе может быть достаточно сесть вот так. Немалую информацию о настроениях человека может дать движение глаз собеседника. На эту тему проведено не одно исследование. Глаза – один из самых совершенных детекторов лжи. По движению глазных яблок можно определить, о чем думает человек в данный момент. Говорит ли он правду или лжет? Это на самом деле достаточно внятное исследование. Здесь есть тоже сразу же несколько «но». Что движение взгляда у нас неконтролируемое. Поэтому именно по движению взгляда очень много, движению глаз очень много можно определить. И условно, поскольку мы пишем справа налево, это одна из причин, и это подходит для людей, у которых ведущая правая рука. Потому что у левшей может быть наоборот. То тогда считается, что слева у нас прошлое, справа у нас будущее. Соответственно, если в другом пространственном, то прошлое у нас сзади, а будущее у нас спереди. Не во всех культурах это так. Есть культура, где наоборот, например. Соответственно, если взгляд у человека ушел влево и вверх, все, что глаза сверху, это образы, то можно предположить, что человек сейчас вспоминает что-то из прошлого на уровне образов. Если глаза пошли направо вверх, то, скорее всего, он сейчас что-то фантазирует или конструирует какие-то будущие образы. Соответственно, если есть противоречия, человек вам рассказывает о том, что он вспоминает из прошлого, и он не левша, потому что у левшей не строго наоборот, у них может быть и так, и так. И он в нашей культуре, то с некоторой значительной степенью вероятности можете предположить, что он врет. Люди перемещают в глаза в определенных направлениях в зависимости от того, какой тип мышления задействован. Наблюдение за глазами – один из самых простейших приемов получения информации про мысли и эмоции человека. Движение глаз на уровне уха – это звуковой ряд. То есть на этом мы вспоминаем точно так же, если здесь образы, то здесь мы конструируем вербалику и звуки. И, соответственно, взгляд вниз – это ощущение по такому же принципу. Вот это такие самые основные метки, которые могут пригодиться, но здесь нужен хороший наук. В морщинках людей отражается не только возраст, но и переживания и эмоции. Только вспомните знаменитую фразу Шекспира «Жизнь – театр, а люди в нем – актеры». Именно мимика лица человека помогает нам играть свою роль. Тут скорее важно не просто какие-то там, например, что если у человека складка, то это так. Скорее всего, тут очень важно доверять своим ощущениям, потому что у нас вообще умение распознавать лица – это наша очень характерологическая особенность, начиная с младенчества и до конца жизни. Мы лица очень хорошо распознаем и запоминаем. И прочитывать лицо в смысле его эмоционального состояния мы тоже умеем очень хорошо. И поэтому, если мимические морщинки у человека вызывают у вас позитивные ощущения, приятную, довольную бабаньку очень легко отличить от злобной по тому, как складываются морщины. Удовлетворенного пожилого человека легко отличить от неудовлетворенного по тому, как у него расположена привычная мимика. Это, конечно же, так. Цвет может дать некоторую информацию о человеке. Считается, что красный максимально возбуждающий, а голубой максимально успокаивающий. Остальные цвета воспринимаются очень индивидуально. Тут есть достаточно упрощенная форма. То есть цвета яркие, контрастные, насыщенные вызывают у нас активацию и повышение агрессии. Не обязательно в плохом. То есть это просто увеличение количества энергии. Цвета более мягкие, размытые и перемешанные вызывают у нас больше уменьшение активации, дезактивацию и успокоение. Соответственно, если вам хочется какого-то энергетического заряда, то можно просто посмотреть на какое-то яркое пятно или искать эти яркие пятна вокруг. Соответственно, точно то же самое можно сделать, надев на себя что-то подобного цвета. И тогда вы и другие будут с вами обращаться скорее как с человеком, у которого эта энергия есть. Или наоборот, человеку, который сейчас в более спокойном состоянии, если вы выбираете другой цвет. И вы, соответственно, будете себя же это тоже считывать. И это может помочь вам выровнять в разные стороны. То есть смотрите, куда вам сейчас больше хочется в сторону активации или в сторону успокоения. Психологи считают, что можно значительно улучшить свое самочувствие и жизнь, изменив цвета, которые вас обычно окружают. Часто достаточно бывает не переделывать весь интерьер, а просто поставить в помещение какое-то яркое пятно, например, картину или вазу. Это яркое пятно будет обладать стимулирующим эффектом и наполнять вас энергией. Некоторое время назад сериал «Обмани меня, если сможешь» был достаточно популярен и у нас, и за границей. Он рассказывает о том, как профессионалы используют знания языка жестов и аудиовизуальную диагностику на практике. Психологи говорят, что обывателю без должной подготовки очень сложно сделать нужные выводы о человеке, как в фильме. Нужен большой опыт. Тем не менее, знание некоторых основ невербалики и особенности восприятия цветов человеком может пригодиться в любой деятельности при общении с разными людьми. И на этом наша программа подошла к концу. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова